Всем привет! Продолжаем изучать Hibernate. И в прошлом видео мы внесли вот эти вот изменения в наши таблицы, чтобы исправить ошибки, которые мы допустили при первоначальном создании этих таблиц. Но сейчас мы все исправили, поэтому сегодня будем работать в классах. Класс автомобилей и класс владельца автомобилей. Давайте начнем с класс автомобиль, класс car. Итак, помните, что у нас у одного владельца, у одного овнера может быть много автомобилей. И связь у нас будет двунаправленная, by direction. То есть в класс car нам надо добавить информацию о нашем владельце. Это будет private owner. 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 Вот так. Так, класс этот надо импортировать. Биллион. Окей. Так, значит смотрите, теперь помните, да, так как у нас автомобилей много, а владелец один, то нам надо выставить аннотацию many to one. Вот таким вот образом. И здесь же мы укажем каскад. Каскад all. Далее. Вот в таблице car мы и прописали вот это вот поле в предыдущем видео. ID owner. Это будет у нас join column. То есть ставим аннотацию. Join column. Name. И в двойных кавычках выбираем вот этот столбец. ID owner. Так, с классом car. Это мы закончили. Теперь переходим в класс owner. Тут поступаем аналогично. То есть у нас владелец должен знать о автомобилях, которые у него есть. Поэтому добавляем сюда это поле. private car. Car. Ну смотрите, так мы договорились, что у нас у владельца может быть много автомобилей. Тогда у нас будет, ну эту переменную назовем во множественном числе cars. А это будет у нас не car автомобиль, а лист. То есть список, который состоит из элементов car. Список мы импактируем. Alt Enter. Вот добавился и Java Util List. Окей. Теперь смотрите, нам надо и тут прописать некоторые аннотации. Тут ставим аннотацию. Если у нас был many to one, то есть много автомобилей и один владелец, то у владельца будет наоборот. One to many. То есть один к многим. Один владелец, owner, это один автомобилей, много, значит one to many. Так, и в круглых скобочках опять же прописываем каскад. Давайте первоначально установим везде каскад all. И через запятую установим mapped.by. И тут, как вы помните, надо выбрать именно поле, с которым оно будет связано. То есть поле в классе car. В классе car это у нас поле owner. Вот это вот. Так, вставляем. Так, и что еще мы должны добавить? Так, здесь у нас мы ничего добавлять не будем. А вот здесь мы добавим метод от car. Так, давайте его добавим где? Вот здесь. Будет public void от car. Тут мы будем добавлять элемент типа car. Да, у нас будет на входе. И смотрите, мы должны добавить элемент вот в этот список. То есть мы должны написать метод cars.add и добавить сюда car, которым мы передаем вот сюда. Но смотрите, первоначально у нас этот список пустой. То есть мы должны проверить, пустой он или нет. И если он пустой, то есть если его нет, то мы должны его создать. То есть мы тут пропишем какое-то условие и выполним следующее действие. А действие у нас будет следующее. Это у нас будет cars Так, и теперь давайте пропишем условие. Так, условие у нас будет следующее. Если cars равен null. Ак, я местами буквы попутал. Если cars равен null. То есть если вот этот список у нас еще пустой. Если он null. Если его еще нет. То мы его создаем. Ну а потом вот. Добавляем автомобиль в этот список. Так, еще давайте. Мы же добавили это поле, да? Давайте добавим для него getter и setter. Так, это alt insert. Так, нет, давайте вот здесь. Чтобы они у нас шли все подряд. Alt insert. Getter и setter. Так, и давайте сюда тоже добавим. По-моему. Так, мы это пропустили, да? Alt insert. Getter и setter. Так, есть. И, и, и. Так. И что надо сюда еще добавить? После того, как мы добавили нашему владельцу автомобиль. Надо. Кар. Вот это вот. Кар. Set owner. Здесь. То есть, когда мы добавили автомобиль этому владельцу. Также мы установим этого автомобиля, что у него есть этот же владелец. То есть, чтобы запись и там, и там отобразилась. Так, и, по-моему, это все. Да, давайте на этом это видео закончим. Так, в метод toString владельцев добавлять не будем. И вовнеров toString. Информацию об автомобиле давайте добавлять не будем. Пусть тут содержится чисто информация о владельце. Тут информация только об автомобиле. Так, ну а продолжим в следующем видео. Напоминаю, что весь код вы можете скачать с гитхаба. Ссылочка будет в описании к этому видео. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok